Привет! С вами вновь Ермолина Татьяна. И в этом выпуске своего прогностического блога хочу рассказать о прогнозе на неделю с 20 по 27 марта. На этой неделе у нас просто Меркурий разбушевался, поэтому информации будет много. Это с одной стороны. С другой стороны, есть все перспективы для того, чтобы с этой информацией получить какую-либо выгоду. Потому что особенно если у вас зашли в тупик какие-то переговоры, общения, вы ждёте каких-то новостей и всё никак их не можете получить, то вот эта неделя, пожалуй, одна из самых перспективных для решения подобного рода вопросов из всего марта. Так что обязательно смотрите меня дальше, потому что дальше я расскажу подробности, во-первых, по дням, когда, что лучше делать, и расскажу ещё о том, какие ещё перспективы нам сулит эта неделя. Во-первых, у нас начался новый астрологический и астрономический год, с чем я вас и поздравляю. Только что отгремел и праздник, День астролога. И как ни странно, сколько бы скептически ни относилось некое такое просвещённое большинству к этому знанию, астрология всё больше и больше входит в нашу повседневную жизнь. К сожалению, не самой своей оптимальной и эффективной стороной, а именно популярной астрологией. Я не могу сказать, что это инструмент, который как-то улучшит вашу жизнь и даст вам хороший инструмент для управления, но, однако же, через популярную астрологию, в астрологию, которая реально работает, мы и попадаем. Поэтому я поздравляю вас с астрономическим годом, астрологическим годом и Днём астролога, потому что верю, что если вы сейчас уже до этого момента досмотрели меня, значит, вы как минимум интересующиеся астрологией, а значит, в перспективе астрология может стать хорошим инструментом для решения не только повседневных, но и стратегических задач вашей жизни. Что же касается того, что неделя может ещё принести, то она может принести большие серьёзные перемены в наши отношения с другими людьми. Напомню, что всё началось ещё очень давно. Нет, ну не со времён формирования Земли как планеты, немножко попозже, 16 февраля, в соединении Марса с Венерой, было у нас знаки Козерога, и вот они прошли целый путь с начала марта до 6-го, где они перешли совместно в знак Водолея и начали новый венерианско-марсианский цикл, который длится два года. И это цикл про отношения. И вот в это время, с 16 февраля по 6 марта, мы закладывали, мы формировали характер наших отношений на все два года. Отношений в принципе с людьми, понимаете? Это некая такая атмосфера, это фон, который формировался за счёт убеждений, событий, установок, опыта, которые мы проживали в этот период. То есть мы проживали опыт, формировались на основании этого опыта убеждений и установки. Вот теперь они будут играть главенствующую роль в течение двух лет в отношениях с другими людьми. И возможно, в этот период, о котором я говорю, у вас закончились какие-то отношения, завершились, при этом появились другие. Возможно, наоборот, те самые отношения, в которых вы были, претерпели серьёзные перемены, и теперь они перешли на какой-то новый этап или преобразовались в какой-то новый формат. Возможно, завершились все отношения, которые вас устраивали и не устраивали, и, скорее всего, на то были причины. Даже если вы этого не хотели, то с большой вероятностью отношения, в которых вы так или иначе хотели находиться, они, скорее всего, для некого вашего эволюционного пути дальнейшего, может быть, были не самыми оптимальными, поэтому вас из них вывели, если можно так сказать. Что же на данный момент происходит? На данный момент мы видим, что вот это соединение Марс-Венера полностью распадается. Распадается оно, то есть расходятся эти две планеты, каждая уже со своими скоростями начинает идти по зодиаку, естественными для каждой из этих планет, и распадаются они именно на квадрате Курана. Вот этот вот квадрат первый, квадрат этот у нас сформировался в районе 19 марта, и там самую главную роль играла планета Венера, а второй квадрат будет формироваться как раз вот на этой неделе. 22 марта у нас будет квадрат Марс-Уран. То есть, скажем так, те отношения, которые у нас сформировались за период 16 февраля по сегодняшний день, вот сейчас именно могут претерпеть самый первый свой кризис. Кризис, связанный с необходимостью быстрого переформатирования этих отношений. Может быть пересмотра вообще ценности, важности и необходимости отношений этих в нашей жизни. Поэтому я могу предположить, что и прошлая неделя, особенно её окончания были кризисными для нас в отношениях с другими людьми, но и эта неделя тоже несёт подобные свойства, и особенно кризисным, и я бы даже сказала конфликтным, может стать время с 21 по 24 марта. Имейте это в виду. На эти несколько дней распространяется действие аспекта Марс-Уран, а это говорит о том, что эти несколько дней наиболее конфликтными. Марс-Уран – это ещё и аспект травматизации, притом внезапный. Поэтому будьте очень аккуратными, особенно если этот квадрат резонирует с вашей картой рождения. Для этого вам, конечно, нужно посмотреть, есть ли в вашей карте рождении фиксированные знаки – водолей, телец, лев и скорпион. А потом обратить внимание, получается, на где-то градусы с 10 по 15 градус этих знаков. И если у вас что-то значимое есть в этих градусах, хотя бы одном из этих знаков, значит, у вас резонанс с этим квадратом существует, и вполне возможно, что эта неделя, особенно первая её половина, будут для вас травмоопасными. Марс-Квадрат-Уран – это верный признак риска ДТП. Так что если вы управляете транспортным средством, постоянно ездите, по крайней мере, в наземном транспортном средстве, то, например, в общественном транспорте, те же автобусы, такси, то вот сейчас вы в зоне риска, у вас повышенная опасность попасть в ДТП. Может быть, в качестве, ну, скажем так, той стороны, которая является причиной этого ДТП, может быть, просто в качестве страны, которая принимает это ДТП. То есть это не важно. Важно то, что эта энергия резонирует с вами и даёт непосредственно возможность участвовать в этом процессе. Будьте аккуратны. Ну и, безусловно, тогда для вас будет актуально вопрос конфликтных ситуаций, которые за вот эти четыре дня могут создаться в вашей жизни. Так что будьте аккуратными. Однако, здесь достаточно сильно работает ещё и планета Меркурии. В соединении с Юпитером она будет 21 марта, а в соединении с Нептуном, замечу, Юпитер и Нептун сейчас настолько друг к другу близко подошли, что Меркурий пробегает, собственно, эти две планеты буквально за четыре дня. Уже просто вот мы уже, можно сказать, почти находимся под действием влияния соединения Юпитер-Нептун. Забегая вперёд, скажу, что оно будет актуальным 12 апреля точно, но плюс-минус две недели от этого периода. Но однако уже сейчас, на предпоследней неделе марта, Меркурий нам первый раз напомнит об этом аспекте, об этой энергии, вот этой энергии соединения Юпитера и Нептуна. Вы помните, что это соединение в знаке РЫБ. Знак РЫБ – это знак мечты, идеалов, борьбы за эти идеалы, знак ухода от реальности и даже иногда отрицания этой реальности. Но, с другой стороны, это знак взаимопомощи и милосердия. И вот сейчас в качестве поддержки, вполне возможно, нам будет оказана какая-то информационная помощь. Кто-то придёт и что-то нам расскажет, что-то нам доверит, что-то нам откроет то, что нам поможет. Поможет снизить градус агрессии, снизить градус конфликта в первой половине недели. Это вне зависимости от того, что у вас там в гороскопе. Я, в принципе, сейчас рассказываю для всех. И поможет получить ту информацию, которая потом может сыграть серьёзную роль, скажем так, в правильном отношении к чему-либо. То есть нас проинформируют сейчас и таким образом дадут нам ясность в каком-то вопросе. Так что обратите внимание на то, кто бы вам помог с информированием, кто бы вам подсказал хорошую, качественную идею или совет, потому что такие люди сейчас могут вас спасти от серьёзного кризиса и даже внезапной какой-то опасности, которая формируется за счёт квадрата Марс-Уран. Кстати, если вам всё нравится пока в том, что я рассказываю, пожалуйста, поставьте мне лайк, если вы на Ютубе меня смотрите и подпишитесь на мой канал. Если же вы хотите задать мне какие-то сопутствующие вопросы, которые у вас сразу же появились по ходу моего рассказа, моей интерпретации недели, то подписывайтесь на телеграм-канал «Астрология» с Ермольной Татьяной. Первая ссылка в описании под этим видео ведёт на телеграм-канал. Также я есть во Вконтакте. Подписывайтесь на мои паблики во Вконтакте. Я там тоже принимаю вопросы и отвечаю на них. Так что за комментариями идите обязательно туда. И вторая половина недели посвящена опять-таки Меркурию. Меркурий в аспекте к Плутону 25-26, пятница и суббота. И Меркурий переходит в знак Овна 27-го числа. То есть в воскресенье Меркурий у нас перейдёт уже в новый знак, в знак Овна. Представляете, как быстро он ходит. Ещё только 10-го марта он переходил знак Рыб, и вот сейчас уже 27-го он переходит знакомо. Так что ещё раз говорю, совсем скоро у нас опять ретроградность будет. Но перед этим будет уже стационарность, он постепенно будет замедляться. И вот поэтому март в этом плане, ну как и апрель, очень благоприятные месяцы для обмена информацией, для переговоров, для договорённостей. И пока Меркурий в Рыбах, да, может быть, договорённости и обмен мнениями будет не столь конкретным, не столь очевидным, не столь ясным. Но однако же через намёки мы можем в это время, и через невербальную информацию можем в это время получить намного больше, чем мы могли бы получить в конкретном прямом диалоге. Вот конкретный прямой диалог у нас начинается как раз в воскресенье. В воскресенье вообще, в принципе, посвящено тому, чтобы или мы куда-то поехали, короткая поездка, притом она такая, знаете, внезапная, но какая-то такая очень интересная получится, в которой прям вот получим удовольствие, драйв и какой-то импульс на создание чего-то ещё потом. То есть будет настроение от этой поездки. Если намечается что-то, ну даже, вот знаете, подыграйте ситуацию и подстройте это событие, попробуйте куда-нибудь съездить в воскресенье, это наполнит вас хорошей, позитивной, конструктивной энергией на следующую уже неделю. А перед этим будет суббота с аспектом Меркурий-Плутон, как и пятница тоже влияние этого аспекта мы почувствуем. И здесь как бы было бы неплохо нам поразмышлять, подумать, сконструировать решения каких-то очень сложных задач, которые, можно сказать, у нас или тупиковые, или, ну в общем, для нас они лес густой, мрак и покрытый тайной. Вот именно такие задачи сейчас на таком аспекте Меркурий-Плутон прекрасно решаются. Так что, мне кажется, конец недели и выходные выглядят очень благоприятно. В целом неделя выглядит достаточно динамично. Обратите внимание, что когда у нас работает планета Марс, то плюс-минус 3-4 дня, ну плюс 3 дня от этого аспекта точного, это всегда про динамику очень большую. Всё зависит от того, просто как мы эту энергию, вот этот вот импульс будем использовать. Чаще всего мы его используем в виде деконструкции, в виде агрессии. Но в целом, если знать и понимать всю специфику энергии, которую мы принимаем в эти дни, то можно ведь и очень продуктивно эти дни провести. Собственно, на это прикладная профессиональная астрология и нацелена. И за счёт вот таких вот просмотров, вот таких вот видео, за счёт исследования своей карты рождения и постепенного включения в эту информацию всё глубже и глубже, вы, в общем-то, и приобретаете астрологию как непосредственный инструмент для решения задач, как текущих, так и стратегических. Ещё раз вам предлагаю со мной общаться не только здесь, потому что на вопросы я отвечаю и посты я определённо размещаю на совершенно другие тематики в моём телеграм-канале «Астрология» с Ермолиной Татьяной. Уже год, как я там, и мы почти уже 10 тысяч вот на данный момент уже достигли этого уровня подписчиков. И плюс ещё, конечно, мой ВКонтакт и ссылки в этом видео, прямо в описании под этим видео, ведут именно на мои ресурсы. Подписывайтесь на них, там меня спрашивайте ваши конкретные вопросы. Если я смогу, я отвечу на них. Плюс читайте те посты, которые здесь я не размещаю за счёт того, что здесь совершенно другой формат общения. С вами я прощаюсь. До новых встреч. До свидания.